Приветствую на новой 101 серии сюжета Цепи Судьбы. Серия очень крутая и она по-любому вам запомнится. Также эти быстрейшие шиноби решили запомниться своей скоростью нахождения силуэта Обита из прошлой серии. В этот раз и вы можете попытаться отличиться и найти Фугаку. Пишите комментарии с тайм-кодом и попадаете в топ-3 быстрейших, и мы о вас вспомним в начале следующей серии. Приятного просмотра. Глава 101. Тёмный Обита против Головорезов Ты оказался не таким расторопным, как предыдущий пёс. Или ты думал, что я совершу ошибку дважды? Хе-хе-хе, ничего. Скоро и ты станешь лишь строчкой в некрологе. Я... Быстро отпрыгнув за пределы склада, я увидел, как господин Кагетсу стоял совершенно один. Рядом с ним же был Томео и Сацуджин. Теперь же только второй. Вот они. Ложные воспоминания. Каёши, очевидно, смог увидеть истинное лицо преступника. Выходит, тогда он был слишком слаб, чтобы создать технику, на которую способен сейчас. Если так и дальше пойдёт, то его сила возрастёт многократно, и Каноха полностью попадёт под его влияние. Я вернулся в реальный мир, и услышал, как на улице поднимались крики. Мне нельзя здесь оставаться, и тем более терять время на объяснение. Создав теневого клона, я открыл окно и быстро выпрыгнул за пределы дома. Туда ворвался Яшера вместе с Инаби, Текой и другими членами военной полиции. «Обита, какого чёрта здесь происходит?» Вскрикнул тот, осматривая дом. Нападение. Сотрудник Анбу, очевидно, находился под действием Гензюцу. Его цель была госпожа Кагетсу. «Что? Да как такое вообще возможно?» «Боги, да она в крови!» «Я оказал первую помощь, но ей срочно нужно в больницу. Срочно!» «Так, вот как мы поступим. Томео говорил, что ты чудишь последнее время, поэтому сейчас мы вызовем отряд Ильянинов, а ты отправишься со мной и будешь сидеть под охраной в камере, пока я не доложу обо всём Фугакусану. Вся твоя история подозрительно воняет ложью. Уж поверь, у меня на это нюх. «Давайте, лейтенант, сдайте оружие и пройдите без сопротивления!» Мой клон послушно выполнил приказ. «Сейчас лучше, чтобы он продержался как можно дольше, пока я буду действовать. Но перемещаться по Канохе мне нельзя. Я уверен, что слежка всё ещё активно ведётся. Придётся ещё немного нанести вред своим глазам». Следующим моим пунктом была встреча с союзником, которого я приберёг, как козырь в рукаве. Материализовавшись, в небольшом саду я быстро осмотрелся. В просторном домике горел свет, шум со стороны кухни. Намекал, что скоро настанет время трапезы. Я аккуратно прошёлся по веранде и заглянул за угол дома. У маленького прудика, обложенного камнями, стоял Фугакусан. В просторном, тёмно-синем кимоно. Он стоял и бросал небольшие кусочки хлеба рыбкам, что суетливо плавали в искусственном водоёмчике. Его вечно строгое лицо выглядело сейчас необычайно спокойным. Даже немногочисленные морщины разгладились за столь умиротворяющим занятием. Неожиданно он остановился и проговорил. «Обита, для таких вещей существует входная дверь». Я вышел на свет и склонив голову, извинился. «Прошу прощения, Фугакусан, но, к сожалению, ситуация вынуждает действовать подобным образом». Капитан войны и полиция обернулся и пристально посмотрел на меня. «Я вижу», — отметил он, откладывая пакет в сторону. «Тогда лучше расскажешь обо всём внутри». «Мне бы не хотелось доставлять неудобства вашей семье». «Не говори глупостей, что бы ни случилось. Мой дом, твой дом». Я ещё раз склонил голову и последовал за ним. В комнате, где горела тусклая масляная лампа, лежало несколько подушек. Фугакусан сел на одну из них и жестом предложил мне сесть напротив. «Итак, что же тебя беспокоит? Видок у тебя и правда паршивый. В иной ситуации я бы подумал, что ты работаешь на износ. Но сейчас мне кажется, что ты попал в передрягу». «Можно и так сказать». Вздыхая, — ответил я, усаживаясь на подушку. «Это касается дела лейтенанта Каёши». Капитан напрягся, и его лицо стало в разы серьёзнее. «Ты в опасности? Кто на тебя напал? Что требуется от меня?» «Я уже практически всё подготовил, чтобы поймать преступника. Однако его сила может влиять на человеческое сознание и память. Я уверен, что он готовит для меня ловушку прямо сейчас». «И ты решил в неё попасться?» «Если я этого не сделаю, то он точно сможет сбежать». «Ха, ты должен был прийти ко мне раньше. Я ведь говорил тебе». «Боюсь, тогда вы и ваша семья попали под угрозу. Я и так втянул в это дело слишком много хороших людей. Всех их защитить я не смогу, поэтому прошу вас о помощи». «Если бы я тогда проявил больше внимания к поведению Каёши, то ты бы не нёс на себе это бремя. Я сделаю всё, что ты просишь, даже если придётся рискнуть жизнью. Мне нужно, чтобы моя бабушка Ирин находились под вашим прямым наблюдением. До тех пор, пока я не разберусь с этим ублюдком». «Понимаю. И сделаю. Что-то ещё?» «Вскоре сюда прибудет Яшара и попросит вас явиться в участок. Не делайте этого. Скорее всего, попадёте в ловушку». «Ловушку? Так убийца кто-то из наших?» Прошипел Фугаку. «Об этом чуть позже. Скажите ему, чтобы он собирал людей и отправил их на все склады, принадлежащие клану Кагетсу. Более того, свяжитесь с Анбу через личный канал и сообщите им те же координаты. Так мы не позволим преступнику замести следы, а, возможно, и накроем целую преступную сеть, пригревшуюся в центре деревни. «Хмм, вижу, ты и правда не терял времени, Обита. Я не ошибся в тебе». «Мне льстит ваше доверие, но, возможно, скоро вы услышите обо мне, как о преступнике, повинном во всех преступлениях». «Что за глупости?» «Это лишь предположение, но, исходя из всех полученных мной данных, всё к этому и ведёт. Боюсь, в один момент я сам могу в этом признаться. Скажу одно, не верьте. Я покажу вам всю картину целиком. В случае, если меня арестуют, только вы сможете восстановить моё честное имя». «И поэтому ты не хочешь, чтобы я вмешивался? Просишь, чтобы отправил тебя на эту битву со столь серьёзным противником одного? Ты же понимаешь, что я не могу». «Не вы ли обещали выполнить все мои просьбы, капитан?» Резко прервал я его. «Ты просишь позволить использовать себя как жертву для хищника? Это совсем другое». Во время его слов я услышал, как в коридоре что-то скрипнуло. Едва слышно. Кто-то сел на пол. И я кивнул в сторону двери. Фугаку-сан покачал головой. «Хорошо. Хоть я и не согласен с твоими действиями, но ты не раз доказывал, что способен преодолевать даже самые высокие преграды. И прежде чем мы расстанемся, ответь. Почему ты решил пройти этот путь в одиночку? Разве помощь близких людей вдруг стало тебе чуждо?» Я не прекращал смотреть на дверь, где уже отчётливо виднелась маленькая тень, которая внимательно слушала. Выдохнув, я решился сказать. «Потому что слова, не подкреплённые действием, останутся лишь словами, а цель бездействия всё такой же далёкой и невыполнимой. Люди мечтают, потому что понимают, что никогда не достигнут желаемого результата. А я, я предпочитаю реализовывать то, что задумал. У меня никогда не было мечты. Всю жизнь я следовал за чьими-то побуждениями. Порой добрыми, а порой нет. Именно поэтому я не герой, а щит, который должен закрыть людей от этой суровой реальности и дать им возможность продолжать верить в собственные мечты. И если они смогут их реализовать, значит, я чего-то стою». Фугаку-сан глубоко задумался, а затем из-под лобья суровым, леденящим голосом спросил. «Остать, Хокаги! Разве это не твоя мечта, Обита?» Мечта Обита. Глупая детская сказка о великолепном лидере, защищающего всех жителей Канохи. Оправдание для мотивов. Действий. Стимул для слабака. Мне чужда его идея. Ведь даже став Хокаги, он бы всё равно познал боль утраты. «Стану я Хокаги или нет?» «Это невозможно, пока все шиноби не изменятся. Только когда я смогу добиться его мира, в мире шиноби, тогда титул Хокаги перестанет быть просто детской мечтой». Капитан мне не ответил. Неизвестно, о чём он думал в тот момент. Его лицо было непроницаемо амимичным. Я активировал шаринган и показал ему всё. После этого он сидел несколько минут, массируя свои виски. «Теперь я понимаю, как многое упустил, сидя в за стенках собственного кабинета. Ты прав, цель бездействий всегда будет далека от реализации. А теперь иди и не забывай, что ты, оби-то учиха, тот, кто решил изменить этот мир». Я поклонился и вышел из комнаты. Вечернее небо наполнило звёздами. Деревья шумели своими ветками, предрекая скорую бурю. Даже рыбки в пруду притихли, будто боясь чего-то. «Вы правда так хотите изменить этот мир?» Послышался детский голос за моей спиной. «Настолько, что готовы отодвинуть свои мечты на задний план?» Я повернул голову в полоборота. Через щёлку в двери на меня смотрели детские чёрные глаза. «Я бы хотел, чтобы люди жили в лучшем мире, без войн и страданий. Но, как показывает практика, им это не нужно. Они готовы страдать ради маленького шанса реализовать свои желания в этом суровом мире. И раз я не могу перенести их в лучший мир, то должен постараться изменить нынешний». «Но разве плохо при этом мечтать самому?» Прозвучал немного грустный голос. «Я тоже хочу, чтобы не было воин. И много думал над смертью и жизнью. Но так до конца я не понял. Ведь и то, и другое – это часть человеческого существования. Разве мы можем изменить это?» «Начало и конец есть у всех. Но вот путь, который ты проходишь от одной точки до другой, всегда разный». «Не понимаю вас». «Скажем так, пробираясь сквозь дебри опасного пути, я хочу дать людям возможность двигаться иначе». Пояснил я, а потом тихо добавил. «И увидеть, как на ее лице просияет улыбка, когда все изменится. Значит, вы готовы лишиться всего ради маленького шанса, что другим людям будет хорошо, даже если придется умереть?» «Разве это не страшно умирать?» «Не так страшна смерть, как ее ожидания. И не так хороша жизнь, если в ней нет того, ради чего или кого хочется существовать. Ты поймешь это, я уверен. Ты смышленый мальчик». «Итачи». «Теперь я, кажется, понимаю. И... и хочу, чтобы вы знали, что я тоже буду идти. Идти рядом с вами, когда придет мое время». «Когда придет время...» Сухо повторил я. Повернувшись последний раз, я увидел его глаза вновь. «Что за странный блеск появился в них?» «Итачи». «Я никогда не хотел понимать, что тобой двигало в ту ночь. Более того, я всегда ненавидел тебя за твою дурацкую сентиментальность к младшему брату. Но сейчас почему-то именно тебе, моему злейшему врагу, захотел выговориться. Этот иллюзорный мир, созданный сущностью, и правда убивает меня». Мальчишка заметил мой взгляд, после чего я быстро отвернулся и использовал камуи. «Мне нужно избежать всех возможных рисков. А это значит, огородить близких обид от опасности. Всех, кого смогу». Неизвестно, научился ли он слышать о том, что происходит за пределами, созданной мною тюрьмой. Но сейчас я не собираюсь отдавать ему контроль. Я хочу убить того ублюдка, который думает, что может одолеть меня. Никто не смеет нарушать моих планов. Так я переместился домой, где было на удивление тихо. Выхватив куна и сумки, я тихой поступью начал осматривать комнаты. Однако тревога была ложной. Бабушка тихо сидела на диване и спала. Похоже, она ждала меня. Ее лицо – одно из немногих, не выдающих у меня отвращения, жалости или злобы. Наверное, потому что мне хотелось бы сохранить ей жизнь. Взяв ее на руки, я переместился к Фугаку Сану, который уже подготовил гостевую комнату. Я дал ему дополнительные инструкции насчет бабушки. На что он ответил привычным кивком головы. Осталось лишь забрать мои свитки. Когда я вновь вернулся в мою комнату, глаза закрыло мутной пеленой. Я вытер несколько капель крови. Черт, половины дозы лекарства явно мало. Но учитывая расстояние, вполне логично, что есть небольшая перегрузка. Покопавшись в тайнике под одной из половиц, я закинул свитки в сумку и взглянул на стол. Фотография родителей. Рин, какаши, Минато. Глупая сентиментальность. Чтобы все не пропало, как сонная дымка, мне нужно победить. Раздумывая над местом, где я продолжу подготовку, встала одна проблема. Мне нельзя находиться на виду у людей. Но ходить далеко от Канохи тоже не рекомендуется. Необходима точка, откуда я смог бы увидеть всю деревню и прибыть максимально быстро. Вспоминая отчеты, в голову пришла единственная правильная мысль. Монумент Лиц Хакаги. Там есть сети туннелей, а также убежище на случай нападения. Там меня точно не будут искать? Более того, клон сейчас сидит в камере, а значит, мой враг уверен, что пока мои руки связаны. Прекрасно. Использовав каму, я очутился перед входом. На двери не было замка, это значит, что кто-то тут есть. Проходя по длинному темному туннелю, я громко насвистывал что-то себе под нос. Давайте, выходите из своих нор, жалкие крысы. Ну и ну, какая у нас тут пташечка залетела? Прозвучал голос, эхом раздавшийся по обширной пещере, где я остановился. Не-не, это не птичка, а собачонка из военной полиции. Видать, унюхала мое санье на входе. Ха-ха-ха. Я молча продолжал стоять, пытаясь понять количество противников. Двое целых амбалов выбрались из тени. Один из них почесывал густую бороду и мерзко ухмылялся. И чего это ты тут один разгуливаешь, дружок? Я ничего не ответил. Не слышал? Тебе вопрос задали, говно собачье. Сколько у вас тут полицейских шавок? Я вытянул руку в их сторону и показал один палец. Хохот теперь раздался и сзади. Видать, все остальные пиво пошли пить. Этого молокосоза сюда отправили. Ха-ха. У него там еще и сумка добром набита, парни. А вдруг щенок брешет? Эй, рыбак, есть кто снаружи? Неа, пусто, как в твоей башке. Пошел нахуй. Сплюнул лысый амбал, после чего, хрустнув кулаками, подошел ко мне и взял за грудки. Боишься? Правильно. Не думай, что тебя глазенки спасут. Как видишь, на мне очки. Наивный идиот. Я насчитал около семи человек. Как раз подходит под описание банды, которую мы искали. Кажется, я нашел тренировочные манекены. Пора его кончать, лысый! Крикнул ему тот, кого звали рыбаком. Ха, да он от страха тут хоть весь день простоит. Твой дружок прав. Пора кончать. С вами. Произнес я. Что? Успел вопросить он, прежде чем от его рук остались жалкие обрубки. Кажется, твои очки сломаны. Проговорил я тихо. Пещеру наполнил мерзкий хриплый вой. Послышался звон оружия. Шаги. Я ударил без рук во, вложив всю силу. Звук падения. Первый. Прерывистое дыхание. За камнем подскок. Удар. Голова словно мячик покатилась по каменистому полу. Второй. Яростный крик. Нет. Два крика. Сливающиеся в едином порыве убить меня. Прыжок. Разворот. Бросок. Булькающий звук из глоток. Шкряпка не ногтей и по камням и смерть. Третий и четвертый готовы. Воцарилась тишина. Безуспешная попытка скрыть свое дыхание. Но акустика здесь что надо. Не промахнешься. Импульсивные движения рук. Он ошибается в печатях. С каждым моим шагом его пальцы все более нервно пытаются создать технику. И вот. Пятый вылетел из-за глыбы. И набрал воздух в легкие. Не успел. Его горло было сжато. В ту же секунду. Приподняв голову щуплого на вид парня. Я слегка ослабил хватку. Пламя взнеслось ввысь освещая пещеру. Я быстро повернул голову назад и увидел оставшихся двух. Вжавшихся в стену. Мои пальцы еще сильнее сжали его горло. А потом резко мотнули шею в сторону. Хруст был на удивление приятным. С пятым все. Шестый побежал. Но запнулся и покатился. С небольшого уклона к моим ногам. Папа, щади! Воскликнул он. Прежде чем катана влетела предположительно в его глаз. К сожалению, все хорошее имеет свойство кончаться. Седьмой не бежал. Он знал, что это бессмысленно. Держа перед собой меч, он упирался в стену. Ты не служитель закона. Ты, ты убийца! Прорычал тот, кого звали рыбак. Ха, рыбак рыбака видит издалека. Потому и стороной обходит. С усмешкой проговорил я. Отрубив руку, державшую оружие. Как же этот ублюдок истошно застонал. Просто услада для моих ушей. Не половить тебе рыбку правой рукой. Продолжил я, отсекая вторую конечность. Да и левой тоже. К-катись в ад! Поверь, я там был. Тебе понравится. Может даже когда-нибудь опять встретимся? Закончил я, воткнув лезвие в его живот. И повернув его вокруг оси. Легким усилием вспорол рыбак у брюха. Вынув меч из тела, видя как кишки, кровь и говно разливается по камням. Я пожалел о том, что закончил все так. Да, никогда не умел потрошить рыбу. Говном теперь тут еще долго вонять будет. В итоге адреналина я не получил. Паршивая разминка, если даже не вспотел. Но зато меньше бумажной работы. Хоть это радует. Продолжение следует. Конец 101 главы. Субтитры создавал DimaTorzok